Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на торговой сессии среды. Как и всегда, мы на финансовых рынках и продолжаем говорить и разбирать ключевые фундаментальные события, смотреть, как они влияют на динамику торговых активов. Сегодня первый день оставшихся трех торговых сессий, когда на рынках будет реально жарко, потому что сегодня у нас заседание Федрезерва, то есть мы будем вечером подводить итоги двухдневного заседания, оно началось еще вчера, завтра эстафету монетарной решительности, скажем так, перехватит Европейский Центральный Банк, ну и в четверг еще состоятся парламентские выборы. Избирательные участки в Англии закроются в час по московскому времени, в час ночи, то есть можно сказать, что на брифинге в пятницу у нас уже будут какие-то предварительные данные, чтобы посмаковать их и, разумеется, разобрать с точки зрения того, как они искажутся на фунте. И всю пятницу, конечно же, именно эта тема будет наиболее резонансной. Я не отказываюсь от прогноза, связанного с тем, что фунт может очень неплохо укрепиться. На текущий момент по фунту доллара мы продолжаем находиться на отметке 1.31, чуть ниже 1.3150, 1.3142. В принципе, это похожие уровни с теми, которые мы констатировали с вами в ходе вчерашнего брифинга. И потенциал роста еще сохраняется. Я буду говорить о нем сегодня и, собственно, завтра. И буду в том числе и визуализировать, друзья, чтобы этот потенциал, в конце концов, оправдался. По ключевым финансовым активам ситуация следующая. Невсянка у нас 63.92 текущие котировки. Держимся в районе 64. Также рынок особо не раскачался за последний день. Но ситуация может измениться сегодня, потому что, как и всегда для торговой сессии, среды у нас есть локальный триггер, это данные по запасам. Они выйдут в 18.30 по московскому времени. Хочу немножко еще поддержать, улучшить настроение покупателям, потому что вчера Goldman Sachs повысили прогноз роста бренда на 2020 год на 5% до 63 долларов за баррель. Также администрация аналитической информации повысила прогноз мирового спроса на нефть на первое полугодие 2020 года на 50 тысяч баррель. Может быть, это все связано еще с расчетом того, что аналитики той же самой администрации аналитической информации Goldman Sachs считают, что торговый конфликт США и Китая в конце концов завершится заключением торгового соглашения, что снимет с рынка риск глобального экономического спада, который, по идее, должен был негативно тратиться на спросе. Но, конечно же, по факту будет видно ближе к ЗИЛу уже в 2020 году, он уже очень скоро наступит. Пока давайте использовать это для того, чтобы оправдывать очень хорошие шансы бренда удержаться в районе 65 и пойти еще выше. Тем более, что трейдеры продолжают еще переваривать итоги Венского заседания ОПЕК, когда страны Ближневосточного картеля и другие регионы, которые также примкнули к соглашению аналитического пакта, согласовали дополнительное снижение добычи на 500 тысяч баррелей до 1,7. Конечно же, это позволило нам, друзья, говорить, что если квоты будут соблюдаться, если участники сделки будут чистоплотны к взятым на себя обязательствам и в отношении такого глобального соглашения, то этих мер может быть достаточно для того, чтобы решить проблему перепроизводства. Поэтому Медведе, может быть, и хотят перехватить инициативу, но пока что шансов у них не так уж и много. Если сегодня также мы увидим от администрации научической информации снова отчет, в результате которого будет зафиксировано снижение запасов нефти, мы сможем, друзья, протестировать 65 долларов за баррель. Доллар иена 108,74 доллар иена в данном случае тоже остается на месте, потому что нет у нас вот этого фундаментального топлива, который мы только ждем. Это развязка в отношении следующего раунда повышения импортных тарифов в отношении Китая. То есть это 15 декабря, мы ждем заявления в ходе этой недели, все-таки вступят в силу эти тарифы или нет. Пока их нет, мы не можем всецело положиться на повышенный спрос на еду. И также в отношении доллара сегодня, друзья, трейдеры будут следить за решением процентной ставки и пресс-конференцией Джерома Паула. Конечно же, ставку оставят на прежнем уровне в диапазоне 1,5-1,75%. Даже несмотря на то, что ФРС снижал ставку на протяжении последних трех заседаний подряд, я все равно уверен, что сегодня мы дождемся мягкой риторики. Перед, кстати, заседанием Федрезерва в 16.30 по Москве выйдут данные по инфляции. Очень важный индикатор для решения фактического американского регулятора. Потому что если в ходе отчета по инфляции снова будет зафиксирован факт того, что инфляция остается значительно ниже целевого ориентира в 2%, то, конечно же, риторика Паула будет опираться на слабые инфляционные ожидания и по этой причине важность сохранения готовности к дополнительному снижению процентной ставки. Я, друзья, в отношении тарифов на китайский импорт скептик. Я думаю, что в воскресенье, 15 декабря, они вступят в силу, поэтому здесь ставка на иену. И в отношении доллара я тоже продавец, поэтому сегодня полагаю, что по итогам заседания мы получим возможность по этой валютной паре оказаться ближе к уровню 108. Евро против доллара завтра очень важный день, поэтому если европейская валюта по факту слабости потенциальной сегодня долларом укрепится, то это будет неплохо, потому что завтра появятся возможности повыше продать главный валютный риск, потому что завтра заседание ИЦБ, завтра мягкие комментарии Кристин Лагар, точно они будут таковыми. Меня немного смутил отчет по бизнес-оптимизму ЗИУ, который вышел накануне цифры, очень положительный. Я в прямом смысле крайне удивлен, надеюсь, не только я, потому что индекс бизнес-оптимизма ЗИУ отражает ситуацию в промышленности, а по последним данным по промсектору мы с вами видели сплошной негатив. На основании чего вырос этот оптимизм? Я думаю, что это риторический вопрос, скорее всего, какой-то локальный, непонятный, необоснованный позитив, и дальше мы уйдем в траекторию снижения, то есть будем говорить также о слабости европейской экономики. Фунт против доллара 1.3142. Вчера вы наверняка могли заметить, фунт очень неплохо рос. Закрепился выше уровня 1.32, там претендовал на движение в районе 1.350, потом резко обвалился. Это произошло, это снижение. После того, как ЮГОФ, общественная организация, которая изучает общественное мнение, в данном случае относительно исхода парламентских выборов, опубликовала результаты нового, последнего опроса, и в соответствии с этими результатами отрыв консерваторов от партии либаристов сократился. Он не такой уже значительный, но все равно консерваторы лидируют. Друзья, я думаю, что победа консерваторов – это уже 100% решенная тема. Даже текущей процентовки голосов для Джонсона будет достаточно, чтобы сформировать в парламенте большинство и впоследствии продолжить сделку с ЕС. Повторюсь, что почему победа консерваторов и их большинство в парламенте позитивны фунта, потому что в случае этой победы Джонсон выведет англию из состава ЕС на нормальных условиях. Это снизит политическую неопределенность, уберет ее точнее, и позволит нам впоследствии закрыть вообще эту тему правительства, которая многим уже надоела. Я настраиваюсь на ралли, друзья, и если вас интересует, опять же, хорошая сделка, которую еще можно провести, да, она рискованная, потому что фунт может и очень сильно обвалиться. Но я все-таки ставлю на то, что британская валюта укрепится, и потенциал роста не стоит недооценивать. И по остальным активам все по-прежнему. Австралийство у нас потихоньку снижается 0,6816, доллар канадец топчется на месяц 1,3230. Возможно, сегодня по факту решения ставки по ставке Федрезерва волатильность повысится, но в целом мы ждем какой-то мощной динамики по нефти и новых макроэкономических отчетов по Канаде, потому что именно они управляют этой валютной парой. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...